Строим деревянный дом своими руками. Деревянные строения очень хорошо знакомы всем нам, так как в сельской местности в основном находятся именно такие. Поэтому в течение некоторого времени в массовом сознании прочно закрепился стереотип о том, что деревянное строение это такая покосившаяся от времени избушка и дом, где жила бабушка, у которой мы проводили лето. Основательнее и солиднее, как считают многие, построить дом из кирпича. На самом деле не умаляя достоинств кирпичных строений и об деревянных аналогах. Тем более, что сегодня последние вновь находятся в тренде. Почему вы должны выбрать именно деревянный дом? Дерево – отличный способ сэкономить на строительстве. Дома из облегченных бетонов или кирпича нуждаются в дополнительной отделке. Дерево вовсе не обязательно. Конечно, можно придать деревянному строению какую угодно внешность, но и без нее природная красота древесины будет превосходным решением. Легкость материала, опять же, если сравнивать с кирпичом, то дом из дерева не нуждается в массивном фундаменте, так как оказывает куда меньшее давление на грунт. Превосходный воздухообмен. Дерево по своей структуре – дышащий материал. Через деревянные стены в помещении за сутки обновляется треть воздуха. Так что дышится в таких строениях действительно куда проще. При этом влажность воздуха там также находится в комфортных пределах. Дерево очень хорошо проводит тепло. Так что теплопотери в домах из этого материала при условии их качественного возведения, даже при отсутствии дополнительного утепления, будут совсем невысокими. Следовательно, затраты на поддержание в деревянном доме комфортной для жизни температуры в зимний период вас не разорят. Недостатки деревянных строений. К недостаткам древесины традиционно относятся подверженность гниению и атакам вредителей. Впрочем, все это успешно исправляется путем обработки материала современными средствами. Также в качестве недостатка называют пожароопасность. Действительно, несмотря на то, что дерево можно обработать соответствующим составом, оно все равно остается горючим материалом и при пожаре дом может выгореть полностью, оставив после себя лишь фундамент. С другой стороны, вряд ли кто-то будет жить в полностью выгоревшем изнутри кирпичном сооружении, а учитывая множество горючих материалов отделки, сценарий возникновения пожара там очень высок. При этом обгоревший кирпичный дом необходимо будет разбирать, так как стены от воздействия высоких температур теряют свою прочность и эксплуатировать строение в дальнейшем просто не получится. Варианты возведения деревянных строений Все зависит от того, сколько времени и сил человек готов потратить на то, чтобы возвести деревянное строение, и какой имеет опыт в строительстве. Первый способ куда проще. Происходит заказ дома у производителя по уже готовому проекту. После чего покупается заранее размеченный на заводе брус и доставляется на участок для самостоятельной сборки на подготовленном фундаменте. Преимущества этого способа очевидны. Низкие трудозатраты и отсутствие необходимости что-то планировать. Недостатком же является то, что это типовое строительство. И выполнить какие-то исключительно свои идеи с его помощью будет сложно. Если, конечно, не разработать проект с нуля, что стоит дополнительных средств. Поэтому многие принимают решение строить дом самостоятельно, подгоняя все брусья и бревна в соответствии с разработанным личным планом здания. Конечно, это куда более трудоемкий процесс, но в итоге вы получаете именно такой дом, какой хотели. Правда, цель здесь не всегда оправдывает средства, да и процесс весьма требователен к профессионализму. Выбор древесины. Дерево, из которого производится дом, должно быть привычным к местным климатическим условиям. Для России идеальным решением являются хвойные породы, такие как ель, сосна, кедр или лиственница, либо лиственный дуб, ясень или сосна. На самом деле вариантов весьма немало, но существует несколько параметров, которым дерево должно соответствовать. Желательно использовать северные породы. Одним из лучших вариантов является канадская ель или сосна, произрастающая на Балтийском побережье. Впрочем, варианты из средней полосы России также подойдут. Цена. Крайне важный фактор. Так как в строительстве дома необходимо очень много древесины, то высокая цена за кубометр может обернуться колоссальными затратами. Именно поэтому ель и сосна – типичные, самые распространенные для нашей страны деревья, весьма популярны за счет своей приемлемой цены. Диаметр бревен или бруса должен подбираться в зависимости от суровости зим в вашем регионе. Проверяйте качество бревен при покупке. На них не должно быть сучков, синих пятен на срезе, смоляных карманов и прочих дефектов. Совет. Ударьте по дереву топором при покупке. При ударе о качественное бревно вы должны услышать звенящий звук. Если этого не произошло, то в структуре древесины могут быть изъяны, вплоть до трухлявая сердцевина. Этапы строительства деревянного дома. Фундаментные работы. Вне зависимости от того, будете ли вы подгонять все бревна самостоятельно, либо же заказали изготовление на заводе, начинать нужно с основания. В случае с деревянным домом подойдет свайный, плитный или ленточный фундамент, так как конструкция достаточно легкая. Если выбирается ленточный фундамент, то заглубленность последнего обычно невысока. Самым популярным является свайный ленточный фундамент. И для его возведения вам необходимо знать глубину промерзания грунта в ваших условиях. Сам процесс делится на следующие этапы. Производится выемка плодородного слоя грунта примерно на треть метра по всему периметру будущего фундамента. В углах бурятся скважины с диаметром до 30-40 см. Глубина последних должна соответствовать глубине промерзания грунта и обычно составляет примерно полтора метра. В скважины насыпается песчаная подушка, после чего опускается арматура, заливается бетон и утрамбовывается вибратором. Форма будущего фундамента обозначается установкой опалубки по всему периметру с выступлением над уровнем земли примерно на полметра. Внутрь помещается заранее сваренный арматурный каркас. Производится заливка бетона, после застывания конструкции начинается ее гидроизоляция. Оптимальным станет прокладка нескольких слоев рубероида и обработка мастикой. Этапы возведения стеновых конструкций. В этом случае мы разбираем монтаж дома из уже подготовленных на заводе элементов. Самостоятельное резание паза для продольного соединения и замково-углового соединения является процессом весьма трудоемким, а также требует от человека немалого опыта работы с деревом. Важно, перед работой все древесные компоненты необходимо обработать антисептическим составом, дабы дерево не было подвержено гниению. Первый этап – укладка закладного венца. При этом ни в коем случае не осуществляйте эту операцию непосредственно на фундамент, так как при этом венец быстро приходит в негодность. Подложите под конструкцию брус из липы шириной не менее 15 см при толщине до 10 см. Укладка венца начинается с первых двух бревен, которые выкладывают на подкладную доску на противоположных сторонах строения. Перпендикулярные им бревна при этом оснащаются утеплителем конопатка, паклят, жут, мох закладываются в паз и выемку чаши. Утеплитель выстилается так, чтобы с обеих сторон материал свисал примерно на 5 см. При этом закрепление осуществляется строительным степлером. Все остальные бревна выкладываются схожим образом по типу конструктора. При этом вертикальность постоянно должна контролироваться. Порой бревна фиксируются дополнительно при помощи нагелей. Последние представляют собой продолговатые фрагменты из более прочной древесины, которые помещаются в соединении бревна путем встраивания заранее проделанных отверстий. Важно! Все окна и двери укладываются в специальной компенсаторной коробке, задача которых входит компенсировать усадку стен, которая будет происходить в течение следующих нескольких лет. Коробка должна будет сохранить форму дверных и оконных проемов, обеспечив нормальное функционирование данных частей здания. Крыша деревянного строения Строится по общим правилам возведения кровельной конструкции, включающим все осознания стропил с последующим их утеплением, изоляцией и покрытием слоем кровли. При этом стропильную конструкцию можно располагать сразу на верхнем венце, а можно на специальном брусе для стропил, которые также называют Мауэрлат. Общие принципы возведения крыши и преимущества тех или иных кровельных материалов хорошо описаны в других статьях. Конопатим стены Весь торчащий утеплитель при помощи специального приспособления подворачивается и вставляется в щель между бревнами, что позволяет достичь максимального уплотнения изоляционного материала. Спустя год после того, как стены усядут, процедуру необходимо будет повторить, так как за это время возможно появление щелей, которые могут увеличить теплопотери. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова